Добрый вечер, друзья! Мы с Ведюшей приехали на дачу. Прошёл дождь ураганный, ливневый. Вот такая у нас картина. Пролил всё хорошенько. В городе прям был ураганный, ураганный. Но здесь тоже, похоже, ничего. Вот за выходные всё, что мы тут сделали, девчонки. Видите, акрил настелили, горох пропололи. Ну, вот так, в общем, всего понемножечку. Капуска моя, Максик, прокосил. Вот так вот плодотворно поработали. Но жара, конечно, работать вообще не давала. В тепличке тоже всё более-менее воды полно. Ну, в общем, вот такая вот, друзья мои, красота. Смотрю на свою морковку и думаю. И подсеяла я уже, а на всё не выходит. Получается, что этот сезон у меня будет без моркови. Ну и ладно. Как будет, так и будет. Что теперь делать? Высадила из теплицы кабачок свой. Ещё один остался. И как-то он завял. Наверное, корешки немножко попорвались. Надо накрыть. Вот в этих ведёрочках у меня новая бормотуха готовится. Сейчас хочу старую бормотуху из бочки. Всё повытаскивать. Использовать, пролить. Пока дождь пролил, земля сырая. А всеми вот этими вот удобрениями, органикой и неорганикой, нужно обязательно проливать по сырой земле. То есть сначала проливается простой водой, а потом уже удобрение. Дабы не сжечь корешки. Вот это вот цветочки. Вот сеяла я медунки. Алисиумы. Ну вот не знаю, вроде как они, а вроде как и не они. Ну посмотрим. Вот когда немножко разбушлатится, может быть, запах пойдёт. Вот такая вот капуста. Это вот пекинская капуста. Вот тоже надо её посыпать. Золой, наверное, просто сверху буду опудривать золой. А это вот мои кабачки, ранее высаженные. Ну, неплохо так. Неплохо. Горохом надо заниматься. Нужно колышки ставить. Нужно ниточки, верёвочки. Ох, отправлять. А у меня никаких сил нету. Что-то сегодня прямо у меня моя стенокардия вообще душит и душит. Вот эту картошечку прополола я. Это когда я её сделала? В воскресенье. Вот я её прополола, но не окучивала. Вот теперь нужно немножко, чтобы земля хотя бы чуть-чуть подбыгала, как говорят, в деревнях. И тогда уже можно немножко её как бы окучить. Вот так. Лук у меня. Это вот у меня репчатый, белый и красный. Видите? Ну вот, что могу сказать? Так-то он неплохой. Так-то он жирненький. Видите? Хотя, вот видите, он уже на стрелке. Ну, это уже семенной материал такой. Вот трава ползёт. А отчего она, трава, ползёт? Из-за компоста. Вот здесь у меня всё в компосте. И вот она, пожалуйста, уже и травка. Чеснок у меня тоже, друзья мои. Не могу сказать, чтобы чеснок был плохой. Неплохой. Такой вот он. Жирненький. Ну, здесь вот он сам по себе дикорос. Дикошарый дикорос. А так вот Виктория помаленечку. Тоже вот она цветёт. Вот я её поливала. Она молодая. Ей всего лишь... Она второй сезон. Вот. Осенью она высаженная. И вот ещё ей года нету, короче говоря. Она неплохая. Вот Азия. Вот где стоят вот эти вот баночки. Там вот везде Азия. Ну, посмотрим, что будет. Я её подрыхлила. Я её обрабатывала. И кальцием, и мелом. Потом ещё какой-то забыла. Мукой. Ну, где кальция полно. И затем я обработала пором, молоком, йодом. У меня только не было этого... Как сказать? Марганцовки. Вот. Всё вот это вот я опрыскивала. Ну, так вроде как. Лук. Вроде как более или менее. Так-то вроде и ничего. Не могу жаловаться. Редиска вот никакая. Салатик тоже плохенький такой. Ну, а лук вот. Это вот у меня красный лучок. Нет, вру. Это у меня... Это у меня семейка. У меня оставалось немножко дома семейки. Она не пропала. И вот я её сюда высадила. А это у меня вот... Жгучий перец красный. Тоже вот здесь он. Всё повалилось. Малина вся валяется. Ну, вот такая вот малина, дорогие мои. Малину я ранней весной обливала бормотухой. Разбавляла один к десяти. Затем здесь у меня навоз под корнями. И девчонки высыпали сюда ведрами прям под корни компост. Ну, вот подсыхает он. Видите, листочки сохнут. Такая же история и на Виктории. Ой, и на Смородине. Не знаю, что это такое. Ещё даже не читала. Вот так. Здесь у меня два кабачка. А здесь у меня картошка. А это вот у меня огурчики. Вот огурчики. Надо уже их подвязывать. А я пока ещё... Очередь у меня пока до них не дошла. Вот сегодня мне нужно край пролить фитоспорином. Посмотрим, что будет тут. Я уже проливала неоднократно и фитоспорином, и там у меня внутри навоз. Ну, в общем, вот так. Сорта, конечно. Конечно, вот тут ещё у меня один кабачок выходит. Надо его отсюда будет присадить. Сорта, конечно, я, как всегда, друзья мои, не помню. Это вот у меня что? А, это у меня... Какой это у меня? Ой! Вьюга. Вот, пожалуйста. Вьюга. Ну, а эти здесь одна история. Герман, Кураж, Клавдия, золотые... Ой, серебряные серёжки. И всё. Вот всё подпишу, и всё как... Всё как не в себя. Нифига не... Нифига не получается по-правильному. Вот у моей племянницы, у неё всё чин-чинарём, у неё всё каждый подписанный. Каждый... Ой, там вообще всё по линеечке, всё по-правильному. Ой, а я вообще не могу. Нет, у меня ни сил, ни здоровья, ни... Как сказать... Не дисциплина, а... Забыла, как сказать. Помню, скажу. Это вот мои томатики. Плохенькие они, но я их позже, намного позже высаживала. Вот сейчас тоже нужно пролить бормотухой. Для чего? Для того, чтобы бормотуха соединилась с навозом. Здесь вот вовнутрь, туда в землю, я вкопала навозы. Не так много, конечно, чтобы горело, а так, понемножечку. Ну, а вы сами знаете, что бормотуха обязательно должна взаимодействовать со всеми вот этими вот... Со всей этой органикой. То есть, если не будет органики, то микробов кушать-то будет и нечего. Вот. Поэтому вот фитоспорин, триходермин, бормотуха. Ну, вот и вперед из песни, дорогие мои. Вот так. Вот так вот я смотрю. Вот тоже надо было, обязательно надо было от кустиков убрать вот эти вот... Ну, не знаю, когда я сподоблюсь на это. Не знаю, дойдут мои рученьки до этого или не дойдут. Ну, так вроде как цветет малинка. Тоже вот надо было подвязать ее. Ну, подвязывать некому. Максику некогда. Он и так тут вот, пока эту теплицу строил, у него же тоже инфаркт был. Здоровья нету и сосуды у него. Поэтому здоровых здоровых людей нету. Так что живем помаленьку, скрипим. Как моя мамочка говорила, скрипучее дерево долго скрипит. Вот так и надеюсь, что будем скрипеть. Вот так. Ну, а работу не бросишь. Все на работе. Сейчас все, даже малявки и те работают, и те подрабатывают. Вот так. Никто не хочет на шее у родителей сидеть. Вот, пожалуйста, посмотрите, какие кучки мои внученьки, красотки мои нагребли. Вот сейчас к вечеру я эти все кучечки унесу в теплицу и замульчирую. И будет красота. Это у меня уличные томатики. Тоже они еще, видите, какие слабенькие. Очень слабенькие. Плохо еще приживаются. Ну, ничего. Поболеют, поболеют и выздоровеют. Никуда не денутся. Вот так. В цветнике тоже все абы как. Друзья, вот правда, то здоровья нету, то сил нету, то работа не отпускает. Так, как говорят, то понос, то золотуха. Вот так и у меня. Лучок мой. Все надо что-то делать, все надо, и все, ручки не доходят. Вот чесночок. Ну, неплохой чеснок. Друзья мои, неплохой. И все-таки, что я хочу сказать, спасибо дзамбулату. Конечно, моя бродиловка была ничего, но бродиловка все-таки, бродиловка все-таки это не бормотуха. Бормотуха это это нечто совершенно-совершенно другое. Вот. Посмотрим, какие головки будут. Конечно, еще стрелки еще он не выпускает, но у нас это поздно еще. А так, конечно, чесночок неплохой. Гладиолусы мои. Так, бархатцев у меня в этом сезоне очень мало, очень мало. Вот, люпинчики сами себе растут. Лилии от жары подгорели. Ну, в общем, все живет, друзья мои. Нынче все живет у меня в огороде своей жизнью. Вот так. Как в прошлом году у нас все было чистенько, хотя меня многие критиковали. но, конечно, гораздо, гораздо было лучше. Дети приезжали, пололи. А сейчас? А сейчас, друзья мои, у меня полная везде экология. Все, все совсем соединяется. Вот, это настоящая экология. Понимаете? Присутствует все. вот это вот, видите, это лечебная ромашка. Посмотрите, это вот лечебная ромашка. А вот это вот, вот, а это декоративная ромашка цветущая. Понимаете? А вот от лечебной ромашки это та, которую продают. Посмотрите, посмотрите, какой высокий куст, какой большой. Вот вам и бормотуха. так что, дорогие мои, не ленитесь. Заводите эту бормотуху. Конечно, как сказать, неэстетично, но зато, зато для растений это, конечно, кайф. Это просто кайф. Любят они все это дело. Вот так. Вот дочь старшая приезжала. Солнышко ясное. и вот мы с ней подсыпали под каждый кустик капусты мы подсыпали компоста. И вот она, пожалуйста, уже какая капустка. Вот так. А вот там Федя. Федя, выгляни. В доме сидит на балкон, залез на балконе. кто там? Кто там? Кто там? Кто кто-то к соседям пришел. Друзья мои, полиция, полиция на страже. Пойду посмотрю, что там творится у соседей. Дорогие мои, ну что, хорошего дня. Будьте здоровы, счастливы. Пока-пока. Пока-пока.